Народный ансамбль «Соловушка» почти 40 лет популяризирует в Самаре русскую культуру. Родители участников коллектива когда-то сами занимались в этнокружке. Теперь приводят на занятия своих детей. По мнению руководителя «Соловушки», о русской культуре должны знать не только русские, но и другие национальности нашего города тоже. Только так, добавляет Наталья Борисенко, можно дружно жить в мегаполисе. Самара – это многонациональный, можно сказать, купеческий город, где все национальности живут в мире, в согласии. И, конечно, объединяет всех русская национальность. Чтобы узнать друг друга лучше, представители разных национальностей собрались в Центральной городской детской библиотеке. На третьей встрече акции «Этная экспедиция в самом сердце России» о своих традициях и обычаях, кроме русских, рассказали армяне, евреи и немцы. Презентацию вели и представители других народов. Мы влюблены в немецкий язык. Это не говорит о том, что мы не являемся патриотами. Зачем нам это нужно? Чтобы чувствовать себя, во-первых, интеллигентными людьми, знающими иностранный язык, культуру других народов. Мне чем нравится то, что подобные мероприятия организовываются, тем, что мы узнаем. Вот в обычной жизни мы не знаем, какой человек национальность, какая у него культура. А вот на такое мероприятие все приходим, и да, вот он, колорит этот проявляется. Какие-то интересности узнаются. И сами люди узнают вообще о себе и о своих корнях. Акцию посвятили 170-летию образования Самарской губернии. Наши дети, они растут вот в этом таком многокультурном мире, и это их развивает. Это им дает возможность знать больше о том соседе, который живет у него на соседней площадке. Либо сидит с ним за одной партой. Какой он религии, какой он национальности, какие у него есть традиции в семье, как они празднуют различные праздники. Отправившись в этноэкспедицию, зрители узнали, кто возводил Самару. Город строили и проектировали люди разных национальностей. Ваган Каркарьян, Дмитрий Вернер, Михаил Квитковский, Георгий Машков, Александр Щербачев. Задача показать, как каждый этнос внес свой вклад в жизнь нашего города. Показать, чем он разнообразил эту жизнь. И как эта жизнь заиграла новыми красками, благодаря деятельности талантливых представителей разных народов, проживающих в нашем городе. До конца года в рамках акции «Этноэкспедиция в самом сердце России» пройдет еще шесть встреч. Сергей Кизоркин, Николай Сидоров, События.